Добрый день дорогие слушатели, с вами Алик Пухаев и Магаз Дедяков и сегодня мы хотим обсудить события 81 года, приближается 37 годовщина и в связи с этим Магаз, что тебе есть сказать по этому поводу? Добрый день, я начну с цитаты, это цитата из работы Георгия Бекоева, опубликована в журнале Дарьял в 2005 году, называется «Возвращение на родину», он пишет о событиях 81 года. Эти события начались 23 октября 1981 года. Это было восстание, которому Осетия по праву будет всегда гордиться. Народ, измученный произволом, восстал против него. Эти три дня золотыми буквами будут вписаны в историю Осетии. Осетины больше не будут терпеть попрание своего достоинства и чести, своих прав и завоеваний. Это восстание было подобно снежной лавине. Оно было стихийно, никем не организовано и никем не направляемо. Никто не возглавил его. Вдохновителем его была молодежь, студенты и школьники. Старшие не только не участвовали в нем, но даже пытались помешать молодым, остерегая их от последствий. Их можно понять. Всю жизнь прожили страхи, боялись теперь из-за детей. А кто из-за своей партийной билеты? Просто, чтобы нашим слушателям было понятно, что это за человек пишет. Это не просто какой-то ноунейм, да? Или не просто какой-то журналист. Это человек, который был участником подпольной группы осетинской в сталинское время в Схинвале, в маленьком городке. Группа из пяти человек, которые выступали в защиту осетинского языка, осетинской школы и грузинизации осетин Южной Осетии. То есть, этот человек имеет моральный вес в нашем народе. И он не зря об этих событиях говорит, как о восстании. Мы, наверное, не будем сейчас делать хронологию, рассказывать о том, что было непосредственно. Кому интересно даже, там и в Википедии написано. Это просто... У нас время уйдет на это очень много. Я бы просто хотел вот сейчас поговорить о последствиях для нас сегодняшних, да? Какое они имеют значения? Вот ты буквально недавно публиковал интервью... С HB Kukoiwa. С HB Kukoiwa, да? То есть, страшная вещь. Мы еще не все его публиковали, да? Ты знаешь, я вторую часть просто боюсь публиковать, потому что там человек рассказывает... Человек прошел через круги ада, его в каждой исправительной колонии считали бунтарем и пытались сломать. И человек вышел... Он был полуживым, когда вышел из тюрьмы. Это... То есть, вот, когда ты слышишь эту историю от человека, который все это пережил, ты понимаешь, вот, кулаг и вообще российская, ну, советская исправительная система, насколько это была адская машина, абсолютно бесчеловечная. Это прямо... Я не уверен, что слушателям, которые прослушают это, что у них, ну, это серьезная... Ты знаешь, когда знали травмы... Ты знаешь, когда читаешь там Варлама Шаламова, который описывает ужасы там сталинских лагерей, вот то, что рассказывает Хазби в 80-х годах, то есть, там небольшая разница, на самом деле. И казалось бы, да, казалось бы, уже абсолютно травоядное время, абсолютно гуманное, да, и тут происходит такое. Это просто уму непостижимо. Честно говоря, я подозревал, ну, что прям такой масштаб зверств, это, конечно, удивительно. Я еще хочу один момент отметить. Вот ты сейчас зачитал отрывок Бикоева. И обрати внимание, что он пишет о студентах и школьниках. То есть, Остинский... Ну, сейчас же ты знаешь, в связи с митингами, на которые выходили парочка школьников, митингами Навального в Москве, да, какая истерия была. А остинские школьники проявили свою сознательность, да, и солидарность еще в 80-е годы в советское время. Ну, конечно. Не, молодежь всегда это наиболее такая пассионарная часть общества, как правило, за те, кто больше всего хочет перемен, которые пока еще не вписаны в мейнстрим, но при этом уже не дети, и при этом обладают какими-то интеллектуальными возможностями для того, чтобы хоть как-то интерпретировать окружающих реальности. Я помню, как Горлицкий отмечал, знаменитый политолог, социолог, он говорил о том, что если студент в России может бунтовать, потому что он еще не вписан, то пенсионер в России бунтует, потому что он уже не вписан в мейнстрим. Поэтому тут довольно интересно. Я бы хотел привести еще одну цитату, которую я нашел на сайте, посвященном внутренним войскам. Тут человек пишет, мы опубликуем, естественно, эту статью на Зилахаре, но этот человек пишет от лица, так сказать, правоохранительных органов. И пишет он следующее. 24, 25 и 26 октября 1981 года столицу Северной Осетии Аджиникидзе, ныне Владикавказ, сотрясли широкомасштабные антиправительственные выступления экстремистских и хулиганских групп местных жителей. Для борьбы с ними в городе, население которого едва превышало 250 тысяч человек, были сконцентрированы сводные отряды и подразделения трех военных училищ, 13 частей внутренних войск, двух соединений Советской Армии, органов внутренних дел и госбезопасности, всего 7 160 штыков, по данным на 27 октября 1981 года. То есть, серьезные силы были брошены, чтобы погасить народное выступление. Я сейчас не хочу сказать, что народные выступления – это хорошо. Даже те, кто выступал против и сейчас говорит о людях, которые участвовали в этих митингах, как о хулиганах, наркоманах, дебоширах, так писала газета «Соцсети», даже сейчас они признают то, что проблемы накопились. Проблемы накопились и они не решались. И, к сожалению, они рассуждают в таком ключе. А чего вы добились? Посмотрите на результат. Значит, людей побили, кого-то посадили, кому-то всю жизнь испортили, кому-то пришлось бежать. И чего вы добились? Того, что вам прислали Одинцову. И вас задавили окончательно. Вас, Астин. Когда подчиненный Одинцову говорит, не разговаривайте в сером доме на астинском языке, мы не понимаем, развели здесь свои порядки. К чему вы добились? А потерпели бы и не было бы такого. Сами виноваты. Терпите, да. Терпите всегда. Терпите всегда. Ну, тут, конечно, с этими людьми спорить трудно. По-моему, у них просто нарушена причинно-следственная связь. Они также говорят, что ушел Кабалоев. Тут у меня такое мнение по поводу Кабалоева. Кабалоев – это один из наиболее недооцененных лидеров остинских. Второй, наверное, такой – это Симон Кокоев. Тот, которого не оценили по достоинству пока еще. Мы будем над этим, конечно, работать. Мы будем просвещать людей. Может быть, при Кабалоеве, я так считаю, что Северная Осетия, она, в принципе, достигла пика своего развития. Действительно, этот человек сделал очень много для нашей республики. И очень плохо, что мы предали его забвение. Не нажил он там себе каких-то больших богатств. Умер, не скажу, что в бедности, но очень скромно жил. Ну, как бы, скромно умер. Во Франции домов не имел, на яхтах не катался. Ну, ему тоже многое приписывали, там, она, республика Бахор-Той. Ну, я не скажу, что за его окружением, может, и Бахор-Той. Ну, сам он жил весьма скромно. Это, как бы, все знают. При этом, при нем, республика, в принципе, промышленность была, работа была, все было хорошо. Я больше скажу, те, кто сейчас, так сказать, ностальгирует по Советскому Союзу, точнее, Осетии внутри Советского Союза, они ностальгируют больше всего Павла. По Кабаловской сети, да? По Кабаловской сети, он достаточно долго был в власти. Он, боже, и Рокский тоннель, вот, лоббирование Рокского тоннеля. Создали мост между Северной и Южной Осетии. Да, да, ну, они приложили это достаточно большое, большие усилия в этом ключе. И действительно, может быть, поведение такое вот тогда, в этих событиях, оно не отвечало... Кабалово. Да, Кабалово. Оно не отвечало, так сказать, тем чаяниям людей, которые собрались на площади. Но с другой, я вот, я, понимаешь, я очень долго думал на эту тему, почему так вышло. Я еще об этом думал, когда готовил материалы про события в Новочеркасске и про роли Исы Плиева. Это отвечал Кашину, да? Да. И, на самом деле, очень много таких близких деталей. И я пришел к выводу, что лидеров, лидеров регионов, они просто не были приучены к тому, как себя вести в таких ситуациях. У них не было вообще никакого опыта. Они просто терялись, когда им приходилось напрямую разговаривать с людскими массами, да еще и заведенными. Партийная элита, она утеряла этот навык. Причем, что интересно, что Советский Союз, это государство, которое создавалось на митингах. Первые большевистские лидеры, они чувствовали себя, как рыба в воде в этой стихии народной. Вспомним, да, даже как это и в картинах, и в кинокартинах, как Ленин выступает, как Пламенно Троцкий выступает. На самом деле, такая эпоха трибунов, она закончилась при Сталине, потому что Сталин не был там, в отличие от других большевистских лидеров, он не был харизматичным оратором. И постепенно вся вот эта ораторская эстетика, она постепенно и постепенно, она сворачивалась, и все сводилось, так сказать, к кадрово, ну, так сказать, эпистолярному больше жанру. И к 81-му году партийная элита вообще разучилась разговаривать с массой. Я даже не скажу с народом, вот с массой. Стоит, они разучились. Их этому не учили, и они терялись. А когда они терялись, они привыкли рассчитывать на то, что спецслужбы, КГБ, МВД, они привыкли рассчитывать на них. Сейчас они вот, силовые структуры, они решают эту проблему. По-моему, сейчас аналогичная ситуация. Да. Вот я вот этот мостик и хотел перевести. То есть, если в 90-х лидерам пришлось опять научиться разговаривать? Они пытались, я не скажу, что у них особо вышло. Ну, хотя бы пытались. Ну, хорошо, ну, давай просто подумаем, ну, кто был из лидеров Северной Осетии, да, Южной Осетии. Чуть-чуть другая ситуация там, чуть-чуть другая политическая история. Кто был таким харизматичным оратором? Это не было никого. Нет, но я все-таки вспоминаю, вот если вы говорите о кавказских лидерах, да, то, ну, Аушев. Аушев? Дудаев. 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 Вполне себе учился. Слушай, даже генерал Семенов, который возглавлял Харачаеву Черкесию, умел прямо разговаривать. Ну, Засухов был партийный функционер. Ну, Галазов, кстати, вообще, просто с народом. Галазов, ну, вообще, нет. Смотри, им приходилось... Да, приходилось. Ты же помни, ты же вспомни, как было. Им приходилось заново этот навык у себя нарабатывать. Ельцин там, где он там ехал? В трамвае он ехал, да. И почему там Горбачев и Ельцин в короткий промежуток стали довольно популярными. На фоне остальных партийных лидеров. Потому что они непосредственно говорили с народом. И если не боялись говорить с ним, то хотя бы показывали, что не боятся говорить с народом. Это, конечно, подкупало. Люди от этого отвыкли. И, ну, опять же, мы же сейчас бим ориалиях, все же 81-го года. Это потом пришло. Я просто не буду тут долго играть в какие-то параллели с современностью. Ну, просто сам факт о том, что 81-й год, я говорил об этом в прошлый раз, это родовая травма современной осетинской элиты. Тут я рассматриваю 81-й год в совокупности с последующими событиями. 81-й год, один с общим. Потому что всегда, когда здесь на площади свободы какой-то митинг, в памяти людей всегда 81-й год. Это как тумблер. Он переключается и... Ага. Если помнишь, при тогда еще живом Агузарове, на площадь вышли родственники Скайла. Да, помню. Побитого, да? И убитого. Убитого, да? За стенках РОВД. Не многие помнят, но изначально вообще протестующим сообщили, точнее, не протестующим, а тем, кто вышел, что его вообще нет в республике Агузарова. Но потом он вышел в компанию с Битаровым и, по-моему, с Кисаевым. Он вышел в книгу и оказался, что он все-таки был в республике. Все почему? Потому что тогда начались роптания. Ага, 81-й год, 81-й год. Потому что сразу любые события, которые хоть отдаленно напоминают, они включают вот эту родовую травму. что сейчас опять люди попрут. Мало ли что их спровоцируют, они попрут в серый дом. И очень этого боятся. Поэтому в каком-то смысле площадь свободы, она приобрела какой-то полусакральный смысл, как гайд-парк своего рода. То есть, если есть где-то митинг, он будет в Беслане, в Моздоке, где угодно, он не будет играть такого ошеломляющего эффекта для нашей республиканской элиты, как митинг на площади свободы, это включает необходимые триггеры. Это так. Просто рассуждение вслух. И теперь я понимаю логику и стремления власти площадь свободы превратить в стоянку. Приобретает определенную логику, да. Ну да, это, кстати же, я даже не первый, кто от этого думал. Я не думаю, что здесь был, конечно, какой-то план, но действительно есть такой момент. Хотя тут надо учитывать, что я просто, помнишь, что в Москве были события, когда устроили там какой-то праздник, да, и потом, когда там были беспорядки, люди начали использовать то, что использовалось на этом празднике, там всякие, ну, какие-то приспособления, еще что-то для того, чтобы швырять ими в полицейских. Ну, это достаточно части. Я помню, когда Россия проиграла Японии, в Москве просто устроили такой бунт. Это было страшно. Да, да. 2003, по-моему, или 2002 год. Да, да, это было страшно, действительно. Вот. И это как бы, 81-й урок, это такой, 81-й год, это такой урок для нашей элиты, и она старается его не повторять. И справедливость ради, действительно, они добиваются того, что он никогда не был больше повторен. И слава богу, здесь ничего нет хорошего. В насилии вообще нет ничего хорошего. Но угроза бунта со стороны населения всегда держит власть в тонусе. И когда мы начинали о том, что 8 людей, которые вышли в 81-м году, ничего не добились, они добились того, что даже возможность повторения таких сценариев вынуждает власть как-то действовать, выходить, разговаривать с народом, общаться. Они добились того, что в отличие от всех остальных республик Северного Кавказа, власть в Осетии гораздо либеральнее, гораздо травояднее. Ну, это безусловно, если сравнить, что происходит в соседних республиках и Осетию, мы просто белое пятно на Кавказе. У нас тут не убивают журналистов. Еще одна цитата из того же произведения Бекорова. Число жертв восстания не уточнено и по сей день. После восстания Кабалоев был снят со своего места. Вместо него прислали из Москвы Одинцова. Наступили самые черные дни Осетии. На созванном пленуме обкома было сказано, что осетинский народ любит только себя, ставит себя превыше других народов. Здесь царит дух национализма. Осетины были националистами еще до того, как это стало мейнстримом, да? Слушай дальше. Это была открытая клевета и опорочивание всего осетинского. Правда, некоторые участники пленума возмутились против явного очернения своего народа, но таких было мало и голос их не был услышан. Другие молчали, как немые, боясь за свои посты. Участники восстания, попавшие в лапы органов, были осуждены и сосланы в лагеря. Одинцов вел себя, как ярый шовинист. Эта антиосетинская волна шла от Соломенцова. Именно он рекомендовал Одинцова на место руководителя Северо-Осетинской республики. Беззаветное служение осетинского народа России на всем протяжении истории, особенно Великую Отечественную войну, пошло прахом. Началась чистка кадров. Осетин изгоняли, назначали ингушей. Невзирая даже на самую явную профнепригодность. В партию принимали, в первую очередь, ингушей. Очень многих молодых ингушей было внедрено в органы правопорядка. Одним словом, люди, ненавидящие Осетию, начали наводить в ней свои порядки. Это и была советская политика образца 1081 года. У меня такой вопрос. Интересно, эту книгу Бикоева еще не признали экстремизмом? Не знаю. Посмотрим, как на наш эфир. Тут еще и нас могут признать экстремистами. Хотя, опять же, это не книга, это в Дарьяле опубликовано. То есть, ты представляешь, чтобы сейчас вот такое что-то писать? В Дарьяле нечто подобное опубликовать? Да, это... Насколько сильно поменялся климат в стране? Даже за последние, сколько там, 13 лет? У меня большая просьба к Алану Схурбаеву, главному редактору. Алан, если можешь, переопубликуй, пожалуйста, вот эту статью Бикоева. Просто интересно посмотреть, что произойдет. Да. Вот. Значит, какие наши планы на ближайшее время? Мы, я думаю, взяла Харри, опубликуем эту статью. Как бы дадим обе стороны. Эту статью со стороны МВД. И я все еще хочу опубликовать, и у нас тоже, она во многих местах есть. Я думаю, многие учитали. Это статья Зверасы Беазарти. Шикарная статья. Да, Дни Гнева, где она собрала свидетельства очевидцев. Она есть на сайте Градус, ее можно прочитать уже и сейчас. Но мы хотим, чтобы она и у нас тоже была. И вот, кстати, вот эта статья, она показывает, в чем проблема 1981 года. Почему люди о нем, об этих событиях или не знают, или знают мало, какие-то отголоски слышали. Ну, во-первых, это было давно. То есть, почти 40 лет прошло. То есть, кому было тогда 20 лет, они были студентами, им сейчас по 60 лет, они уже дедушки. Момент, когда нужно было собирать свидетельства, чтобы люди разобрались. Это были начала 90-х, тогда уже и возможность была, и все шло, так сказать, к национальному возрождению. К этой парадигме мысли. Тогда это не было сделано. И до сих пор эта работа не проведена. Хотя достаточно свидетелей. Как выяснил случай Хажби, свидетелей, которые помнят даже детали. Да, хотя сколько лет прошло. Ну, Хажби это вообще какой-то уникальный случай, потому что он добивался несколько лет выдачи ему приговора. Человеку не отдавали приговор. Мой собственный ответ. Хажби еще сказал мне одну такую вещь, что этим делом в конце Советского Союза в 87-м или 89-м году занималась какая-то журналистка. Он не упомянул кто, но сказал, что потом она была убита. Вот он мне такую фразу сказал, интересную деталь. Я, если честно, предполагаю, почему это не было сделано в 90-е годы, поскольку... Нет, я понимаю, я все понимаю. Но если это не было сделано, то сколько лет прошло-то уже с начала 90-х? Почему это не сделать сейчас? Ну, потому что студенты, которые... Они дедушки 60-летние, а партийные работники, они 80-летние дедушки, наверное. А сколько их сохранилось-то? Ну, не знаю, но при этом я чувствую, что страх перед этими событиями очень большой. А страх-то есть. Люди умерли, а страх есть, да? Ну, послушай, мы прекрасно знаем, что тогда в толпе были люди из КГБ. Они снимали людей. У них были даже цветные камеры. Да. Ну, все прекрасно знают, что и в архивах ФСБ, и я думаю, где-то в Сером Доме тоже хватает документов на эту тему. Ну, многие мне говорили, что их вызывали на допросы, и они говорили, я ничего не делаю. И вот прямо им сразу же демонстрировали цветные фотографии, где там человек пытается защитить другого человека от того, чтобы его ударил сотрудник. Им сказали, как ты ничего делал? Смотри, ты мешаешь. Мешал наводить правопорядок. Дубинкой по голове, да. Да. Опять же, здесь не все забыто. Если честно, я больше всего боюсь, как вот был. Помнишь, мне давно прошла информация о том, что какие-то архивы уничтожали, какие-то архивы ФСБ, по-моему. Да, да, помню, помню. Как бы у нас этого не началось. Я, если честно, не исключаю, что они уже были уничтожены. Я думаю, нет, просто, мы должны просто сейчас зафиксировать, что они есть, что данные о судьбах ваших отцов, дедов, старших братьев, они есть. По этим делам пострадало очень много человек. И я даже свидетельства находил участников военных, по-моему, со стороны военных. Я постараюсь найти еще раз эти данные, но я их несколько лет назад находил, и они у меня куда-то, к сожалению, пропали. Там военные описывают, как в городе фактически вели комендантский час, и как они патрулируют, а им сверху, с пятиэтажки, бутылка с бензином. То есть, такой уровень был. Ну, это бунт был. Это бунт, это уже было после, понимаешь, уже всех задавили, кого можно арестовать, арестовали. Но все равно какие-то вспышки, недовольство, они все равно продолжались. В этом нет, опять же, я повторюсь, не вас понимаете наши слова, как призывы к чему-то. Мы сейчас говорим лишь об истории. Мы говорим об истории, это история, это наша история. К сожалению, есть силы, которые хотят, чтобы мы забыли это. Но мы это будем помнить. Третьи силы. Третьи силы. Четвертый, неважно. Действительно, лучше это забыть. Зачем это вам? Я уверен, что даже сейчас большой процент из тех, кто нас сейчас слушает, они вообще не понимают, о чем мы говорим. Я поэтому сейчас особо не вдаваясь в детали, надеясь, что они зайдут в интернет и почитают, посмотрят, о чем мы ведем речь. Чтобы они сами это сделали. Мы можем здесь рассказывать, это в одно ухо вошло, в другое вышло. Но если человек сам приложит усилия для того, чтобы докопаться, о чем эти два этих сидят тут, рассуждают? Может, они мне врут? Да, я поспрашиваю. Да, я у отца спрошу. Может, действительно, папа, что там такое было? Да, он тебе скажет, было такое, вот так-то, так-то. Это же пласт нашей истории, нашей современной. Беков говорит правильные вещи. Несмотря на то, что это было насилие. Несмотря на то, что это было неправильно. Мы не должны этого стыдиться. Это был взрыв народного возмущения. У него были причины. Причины были праведные. Да, жаль, что так. Но народ давили для этого. И тут я, наверное, уже больше ничего по этому поводу не скажу. Я хочу одну деталь сказать, что, отметить еще. Приход Одинцова и политика Одинцова фактически стала причиной второй страшнейшей трагедии для нашего народа. Это Остино-Ингушский конфликт. Мы, чтобы люди понимали, Бомба между Остинами и Ингушами была заложена очень давно. Но Одинцов, он включил именно взрывной механизм. И именно он своими усилиями противопоставлял Ингушей к Осетинам. Делая, скажем, вот эту политику, когда изгоняли Остин, брали на зло Ингушей, по факту. И тут надо понимать... Усмиряли Остинский национализм. Да. И тут надо понимать, что... Опять мы хотим высказаться, что нет плохих народов, нет плохих... Ну, но есть плохие люди. Эти люди своей политикой, недальновидной, Они привели к очень плачевным последствиям, Которые мы еще будем расхлебывать еще не одну сотню лет. И, надеюсь, десятки лет. Но все идет к тому, что это будет длиться очень долго. И поэтому я хочу объяснить, что... Хочу, чтобы люди поняли, что те, кто вышли в 81-м году, Не они являются причиной того, что дальше произошло в Соседии, А Одинцов. Именно неадекватная, несоразмерная политика в отношении Остин, После того, как люди проявили... Люди призвали к власти, к справедливости. Ведь надо понимать, что в первые дни, когда люди вышли в 81-м году, Они, как и рассказывал Хажбик Укоев, Они не хотели бунтовать, они не хотели драться, Они просто хотели, чтобы к ним вышел лидер национальный, Власть к ним вышла и сказала, что да, мы видим, что творится несправедливость, И мы поможем вам разобраться. Но агрессивная реакция вызвала агрессию со стороны населения. И поэтому я хочу особо отметить, что агрессия со стороны населения Была вызвана идиотской политикой Компартии, ну и Москвы. Остин настолько сильно тогда задавили. Во-первых, мы должны понять, что если бы в 81-м году из событий произошедших Были сделаны адекватные уроки, может быть, 92-го года и не было. Кто знает. Но когда северных осетин задавили, Плюс еще в южной Осетии колоссальное давление происходило. Осетинам навязывали. Вы националисты. И всегда, когда есть пружина, да, у нас всегда какой-то обратный эффект. Теперь смотри, что происходит в конце. После уже, когда, значит, Советский Союз распадается, Происходят разного рода процессы, И социологи пытаются эти процессы исследовать. Вот у меня есть в руках книга, называется «Центр региональной идентичности в России». Это 2003 год, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Там приводятся вот такие данные. Массовый опрос, проведенный Леокадией Дробижевой в 1994 году в Татарстане, Якутии и Северной Осетии, Свидетельствует, что лишь от 6 до 14% респондентов этих республиков на стандартный вопрос «Кто я?» давали ответы, связанные с этнической идентичностью, в то время как от 50 до 70% участников опроса называли другие аспекты идентичности, в том числе связанные с гендером, семейными ролями, профессией и местом проживания. И дальше идет сноска, где сказано. «Наивысшие показатели этнической самоидентификации в ходе данного опроса демонстрировали русские и осетины в Северной Осетии. Это происходило на фоне острого вооруженного конфликта между Южной Осетией и Грузией, когда большое количество беженцев из Южной Осетии хлынуло в Северную. А представители Южной Осетии обращались к российским политикам с призывами включить эту республику в состав России, что создавало угрозу вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Эти обстоятельства носили исключительный характер, но даже и в этом особом случае конфликт и насилие делали значимыми не одну лишь этническую составляющую идентичности. Показательно, что русские, так и осетины в Алании в ходе опроса подчеркивали свое общероссийское и республиканское гражданство, что также свидетельствует в пользу эффектов воздействия институтов. О чем здесь говорится? По сути-то, о чем эти цифры говорят? На осетин оказывалось давление. Им доказывали, что вы вот такие националисты. Ингушей не любите, грузин не любите. И в какой-то момент осетин сам осознал себя осетином. Говорит, блин, а действительно же, я же осетин. И этот эффект, в том числе, и сказался и на русских, но при этом это не переросло в шовинизм. Авторы подчеркивают, это не переросло в шовинизм. Общероссийская идентичность все равно остается важнейшей. Поэтому тот главный урок, который мы должны усвоить из тех событий, то, что мы должны повышать свою национальную идентичность, при этом оставаясь в рамках общероссийской. Наша, так сказать, национальная мысль не должна переходить в шовинизм. Осетины в союзе с другими народами Северной и Южной Осетии должны вместе строить единую Осетию. Дай Бог, она будет единой в скором времени. И напоследок еще одна цитата из упомянутой работы Бекоева. Я могу перед всем миром заявить, интернационального истинского народа нет на земле. Это истина и истина историческая. Но порой я прихожу к мысли, что это, наверное, отрицательная черта нашего народа. Может и так, кто знает. Пусть никто не думает, что восстание во Владикавказе в октябре 1981 года было напрасным. Ни в коей мере. Это была часть национального движения истинского народа. Национальное движение имеет несколько этапов. Особенно активно оно проявилось в 20-е годы в борьбе против грузинских национал-шовинистов. С того времени пошел первый этап. Второй этап наступил в 50-е годы, когда грузинские власти закрыли в Южной Осетии истинские школы и отменили истинский алфавит. Наша лучшая молодежь повела против этого насилия самоотверженную борьбу. Третий этап борьбы за национальную свободу падает на 80-е годы. Восстание 1981 года во Владикавказе и смертельная борьба Южной Осетии против злейшего врага грузинских неофашистов. У меня вообще есть пожелание. Узнавайте об этих событиях. Говорите со старшими. Говорите со свидетелями. Записывайте это. Присылайте нам. Мы постараемся все обработать. Нам сейчас нужно, чтобы эта важная часть нашей истории не осталась забытой. Чтобы молодое поколение знало об этих событиях и гордилось своими родителями и своим народом. Спасибо большое, что слушали нас, что были с нами. Всегда рады читать ваши отзывы, присылать ваши мысли. Будем на связи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.